Иммануил Кант. Критика практического разума. Читает Игорь Гмыза. Введение. Об идее критики практического разума. Теоретическое применение разума занималось предметами одной только познавательной способности, и критика разума в отношении этого применения касалась, собственно, только чистой познавательной способности, так как эта способность возбуждала подозрения, которые потом и подтверждалось, что она слишком легко теряется за своими пределами среди непостижимых предметов или же противоречащих друг другу понятий. Иначе обстоит дело с практическим применением разума. Здесь разум занимается определяющими основаниями воли, а воля — это способность или создавать предметы, соответствующие представлениям, или определять самое себя для произведения их. Безразлично, будет ли для этого достаточно физическая способность или нет, то есть свою причинность. В самом деле здесь разум может по крайней мере дойти до определения воли и всегда имеет объективную реальность постольку, поскольку это зависит от воления. Здесь, следовательно, первый вопрос таков. Достаточно ли одного лишь чистого разума самого по себе для определения воли, или же он может быть определяющим основанием ее, только будучи эмпирически обусловленным? И вот появляется здесь понятие причинности, обосновываемое критикой чистого разума, хотя и не могущей быть показанным эмпирически, а именно понятие свободы. И если мы можем теперь найти основания для доказательства того, что это свойство действительно присуще человеческой воле, и таким образом также и воле всех разумных существ, то этим было бы доказано не только то, что чистый разум может быть практическим, но и то, что только он, а не эмпирически ограниченный разум, есть, безусловно, практический разум. Следовательно, здесь мы будем иметь дело с критикой не чистого практического, а только практического разума вообще. В самом деле чистый разум, если только будет доказано, что таковой существует, не нуждается ни в какой критике. Он сам содержит в себе путеводную нить для критики всего своего применения. Следовательно, критика практического разума вообще имеет своей обязанностью удерживать эмпирически обусловленный разум от притязания, будто исключительно он один служит определяющим основанием воли. Применение чистого разума, если не подлежит сомнению, что таковой существует, только имманентно. Эмпирически обусловленное же применение, которое притязает на единовластие, трансцендентно и проявляется в требованиях и заповедях, которые совершенно выходят за пределы разума. А это прямо противоположно тому, что можно было сказать о чистом разуме в его спекулятивном применении. Но так как все еще имеется чистый разум, познание которого лежит здесь в основе практического применения, то и деление критики практического разума, согласно общему плану, должно соответствовать делению критики спекулятивного разума. Следовательно, мы будем иметь в ней учение о началах и учение о методе, а в учении о началах будем иметь в качестве первой части аналитику, как правило истины, и диалектику, как изложение и устранение видимости в суждениях практического разума. Но порядок в подразделении аналитики будет уже обратным тому, который был принят в критике чистого спекулятивного разума. Дело в том, что в данной критике мы, начиная с основоположений, будем идти к понятиям и уже от них, где возможно, к чувствам. В критике же спекулятивного разума мы должны были начинать с чувств и заканчивать основоположениями. Основание этого, в свою очередь, лежит в том, что теперь мы имеем дело с волей и должны рассматривать разум не в отношении к предметам, а в отношении к воле и ее причинности. Так как основоположения об эмпирически необусловленной причинности должны составлять начало, сообразно с которым, единственно и можно попытаться установить наши понятия об определяющем основании такой воли, о ее применении к предметам и, наконец, в отношении к субъекту и его чувственности. Закон причинности из свободы, то есть какое-то чистое практическое основоположение, здесь неизбежно составляет начало и определяет предметы, к которым оно только и может иметь отношение. Часть первая. Учение чистого практического разума о началах. Книга первая. Аналитика чистого практического разума. Глава первая. Об основоположениях чистого практического разума. Параграф 1. Заявление. Практические основоположения — суть положения, содержащие в себе общее определение воли, которому подчинено много практических правил. Они бывают субъективными или максимуми, если условия рассматриваются субъектом как значимые только для его воли. Но они будут объективными или практическими законами, если они признаются объективными, то есть имеющими силу для воли каждого разумного существа. Примечание. Если допускает, что чистый разум может заключать в себе практическую основу, то есть достаточную для определения воли, то имеются практические законы, а там, где этого нет, все практические основоположения будут только максимами. В воле разумного существа, на которую оказывается патологическое воздействие, может иметь место столкновение максим с ими же самими признанными практическими законами. Так кто-нибудь может сделать своей максимой не оставлять неотмщенным ни одного оскорбления, и тем не менее он может понять, что это не практический закон, а только его максимум. Как правило же, для воли каждого разумного существа в одной и той же максиме это может не соответствовать самому себе. В познании природы принципы того, что происходит, например, принцип равенства действия и противодействия в передаче движения, суть вместе с тем и законы природы, так как там применение разума теоретическое и определяется характером объекта. В практическом познании, то есть таком, который имеет дело только с определяющими основаниями воли, основоположения, которые мы составляем себе, потому еще не законы, которым неизбежно подчиняются, что в сфере практического разум имеет дело с субъектом, а именно со способностью желания, с особым характером которой правило может многоразлично сообразоваться. Практическое правило есть всегда продукт разума, потому что оно предписывает поступок в качестве средства для достижения результата как цели. Но для существа, у которого разум не единственный, определяющий основание воли, это правило есть императив, то есть правило, которое характеризуется долженствованием, выражающим объективное принуждение к поступку, и которое означает, что если бы разум полностью определил волю, поступок должен был бы неизбежно быть совершен по этому правилу. Императивы, следовательно, имеют объективную значимость и совершенно отличаются от максим как субъективных основоположений. Императивы определяют или условия причинности разумного существа как действующие причины только в отношении результата и достаточности для него, или же определяют только волю, безразлично, будет ли она достаточной для результата или нет. Первое — это гипотетические императивы и содержат в себе только предписание умения. Вторые, напротив, будут категорическими и исключительно практическими законами. Максимы, следовательно, хотя и основоположения, но не императивы. А сами императивы, если они обусловлены, то есть определяют волю не просто как волю, а только в отношении желаемого результата, то есть если они гипотетические императивы, они, правда, практические предписания, но не законы. Законы должны в достаточной мере определять волю как волю еще до того, как я спрошу себя, обладаю ли я способностью, необходимой для желаемого результата, или что мне надо делать, чтобы достичь его. Стало быть, законы должны быть категорическими, иначе они не законы, так как у них не будет необходимости, которая, если она должна быть практической, не должна зависеть от патологических, стало быть, случайно приданных воле условий. Если, например, кому-нибудь говорят, что в молодости надо работать и быть бережливым, дабы в старости не терпеть нужду, то это верное и вместе с тем важное практическое предписание воли. Но нетрудно видеть, что воля здесь будет обращена на нечто другое, о чем предполагается, что она этого желает. А это желание надо представить ему, самому субъекту действия, все равно, предвидит ли он также и другие вспомогательные источники, кроме им самим приобретенного состояния, или вообще не надеется дожить до старости, или думает, что в случае нужды ему едва ли удастся извернуться. Разум, из которого только и могут возникать все правила, кои должны содержать в себе необходимость, хотя и вкладывает в это свое предписание также и необходимость, ведь без этого оно не было бы императивом, но эта необходимость обусловлена лишь субъективно, и ее нельзя предполагать во всех субъектах в равной степени. Но для законодательства разума требуется, чтобы оно нуждалось лишь в одном, чтобы оно имело своей предпосылкой только себя самого, так как правило лишь тогда обладает объективной и всеобщей значимостью, когда оно имеет силу без случайных субъективных условий, отличающих одно разумное существо от другого. Если кому-нибудь говорят, что он никогда не должен давать ложных обещаний, то это есть правило, касающееся только его воли, все равно, будут ли им достигнуты те цели, которые он может иметь или нет. Чистое валение есть то, что должно быть определено посредством указанного правила совершенно априори. Если же окажется, что это правило практически верно, то оно закон, так как оно категорический императив. Таким образом, практические законы относятся только к воле, независимо от того, что создается ее причинностью, и от этой причинности, как относящейся к чувственно воспринимаемому миру, можно отвлечься, чтобы иметь эти законы как чистые законы. Параграф второй. Теорема один. Все практические принципы, которые предполагают объект, материю, способности желания, как определяющие основание воли, совокупности эмпирические и не могут быть практическими законами. Под материи способности желания я имею предмет, действительности которого желают. Если желание обладать этим предметом предшествует практическому правилу, и если оно служит условием для того, чтобы сделать это правило принципом, то я говорю, во-первых, что этот принцип в таком случае всегда эмпирический. В самом деле, тогда определяющие основания произвольного выбора есть представление об объекте, и то отношение этого представления к субъекту, которым способность желания определяется к осуществлению этого объекта. А такое отношение к субъекту называется удовольствием, доставляемым действительности предмета. Следовательно, это удовольствие надо было бы предполагать как условие возможности определения произвольного выбора. Но ни об одном представлении о каком-нибудь предмете, каким бы оно ни было, нельзя априори сказать, связывается ли оно с удовольствием или неудовольствием, или будет к ним безразличным. Следовательно, в таком случае определяющее основание произвольного выбора всегда должно быть эмпирическим, стало быть, и практически материальный принцип, который предполагает его как условие, должен быть таким же. А так как, во-вторых, принцип, который основывается только на субъективном условии восприимчивости к удовольствию или неудовольствию, которое всегда познается только эмпирически и не может иметь одинаковой значимости для всех разумных существ, хотя и может служить для субъекта, который обладает ею его максимой, но даже и для него, так как в этом принципе нет объективной необходимости, которую надо признавать априори, не может служить законом, то такой принцип никогда не может быть практическим законом. Параграф 3 Теорема 2 Все материальные практические принципы как таковые суть совершенно одного и того же рода и подпадают под общий принцип себелюбия или личного счастья. Удовольствие, доставляемое представлением о существовании вещи, поскольку оно должно быть определяющим основанием желания обладать этой вещью, зиждется на воспримечивости субъекта, так как это удовольствие зависит от существования предмета. Стало быть, оно относится к чувственности, а не к рассудку, который выражает отношение представлений к объекту согласно понятиям, а не к субъекту согласно чувствам. Оно, следовательно, лишь постольку бывает практическим, поскольку ощущение приятного, которого субъект ожидает от действительности предмета, определяет способности желания. Осознание приятности жизни у разумного существа, постоянно сопутствующие ему на протяжении всего его существования, есть счастье, а принцип сделать счастье высшим, определяющим основанием произвольного выбора, есть принцип себелюбия. Таким образом, все материальные принципы, которые, определяющие основание произвольного выбора, полагают в удовольствии или неудовольствии, испытываемых от действительности какого-нибудь предмета, совершенно одинаковы в том смысле, что все они относятся к принципу себелюбия или личного счастья. Вывод. Все материальные практически правила полагают определяющие основание воли в низшей способности желания, и если бы не было чисто формальных законов ее, которые в достаточной мере определяли бы волю, то нельзя было бы допустить и какую-либо высшую способность желания. Примечание 1. Поразительно, как люди, вообще-то проницательные, полагают, будто различие между высшей и низшей способностью желания можно найти, если определить, имеет ли представление, связанное с чувством удовольствия свое происхождение в чувствах или в рассудке. Когда речь идет об определяющих основаниях желания и усматривает их в приятном, откуда-то ожидаемом, вопрос вовсе не в том, откуда происходит представление об этом доставляющем удовольствии предмете, а только в том, насколько это представление доставляет удовольствие. Предположим, что представление имеет свое место и происхождение в рассудке. Если оно может определять произвольный выбор только благодаря тому, что оно предполагает чувство удовольствия в субъекте, тогда то обстоятельство, что оно служит определяющим основанием произвольного выбора, полностью зависит от того свойства внутреннего чувства, благодаря которому на это чувство может быть оказано приятное воздействие. Как как бы ни были не однородные представления о предметах, представление ли они рассудка или даже разума в противоположность представлениям чувств, все же чувство удовольствия, благодаря которому представления о предметах и составляют, собственно, определяющие основания воли, приятность, удовольствие, которого от этого ожидают и которое побуждает деятельность к осуществлению объекта. Одно и то же не только в том смысле, что оно всегда может быть познано лишь эмпирически, но и в том, что оно всегда воздействует на одну и ту же жизненную силу, которая проявляется в способности желания. И в этом отношении оно может отличаться от всякого другого определяющего основания только по степени. Иначе каким образом можно было бы сравнить величину двух определяющих оснований, совершенно различных по способу представления, чтобы предпочесть ту, которая больше всего воздействует на способности желания. Один и тот же человек может поучительную для него книгу, которая как раз попала ему в руки, возвратить непрочитанной, чтобы не опоздать на охоту, может уйти, не дослушав прекрасной речи, чтобы не опоздать к обеду, а может отказаться от интересной и разумной беседы, которую он обычно очень ценит, чтобы сесть за карточный стол, может даже отказать в милостыне нищему, благотворить которому для него доставляет удовольствие, так как у него теперь в кармане ровно столько, сколько нужно заплатить за вход в театр. Если определение воли основывается на чувстве приятного или неприятного, которое человек ожидает от той или другой причины, то ему совершенно безразлично, какой способ представления на него оказывает воздействие. Для его выбора имеет значение только то, насколько сильна и продолжительна эта приятность, легко ли она достижима и может ли она повторяться часто. Тому, кому нужны деньги на расходы, совершенно безразлично добыта ли их материя, золото из недр гор или из речного песка, лишь бы цена ее была везде одинакова. Точно так же ни один человек, если дело касается только удовольствия жизни, не спрашивает, какие это представления, рассудка или чувств, а интересуется только тем, в какой мере и какое удовольствие он может получить от них на максимально длительное время.